Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Две передачи назад мы начали интересный цикл наших бесед, условно назвав его «Православие глазами протестанта». И вот сегодня мы продолжаем в нашей студии беседовать просто о православной вере глазами протестанта. В нашей студии вновь гость, эксперт Юрий Григорьевич Смирнов. Здравствуйте, Юрий Григорьевич. Ну, в прошлый раз мы с вами обсудили соотношение, вернее, общее отношение к таинствам православных и протестантов. А сегодня вы вот знаете, мне на какой момент хотелось бы обратить внимание? На сам факт молитвы. То есть мы говорим о том, что мы в таинстве соединяемся с Богом и в том числе мы можем соединяться с Богом. Мы православные так на это, в общем-то, и акцентируют внимание, что молитва – это не просто вычитывание некого заклинания, заклинательной формулы магической, а это именно диалог с Богом, при котором христианин молится и твердо верит в то, что его слышат, и более того, не просто даже слышат, но еще и отвечают. Мы знаем, что в протестантизме к молитве есть различные отношения. Классический, традиционный протестантизм, там, лютеранство, англиканство – это одна форма. Вы, как представитель в прошлом, в прошлом, да, неопротестантских общин, вот как там обстоят? То есть еще раз поясним для наших телезрителей, которые, может быть, предыдущих наших передач не смотрели, те люди, с которыми мы в большинстве своем сталкиваемся на улицах – мормоны, яговисты, неопятидесятники – это именно нетрадиционные, то есть это неопротестантские такие христианские общества, они более активны в своей миссионерской деятельности, и поэтому очень важно понять, например, при встрече с ними, чем же мы друг от друга отличаемся. Это вот так немножко отсылка, да, что в предыдущих сериях у нас, что называется, было. Так вот, молитва, как ее понимают в неопротестантизме? Вот я знаю, есть техника гласалей, вот, говорение на иных языках. Вот поясните нам разницу. Ну, говоря о молитве, я вот начну с того, что сначала, вот вы сказали, что на улице разные нам представители встречаются, я все-таки вот хотел бы развести немножко. Есть, например, представители таких сект, как мормоны и святилиеговы, которые, в принципе, не являются христианами, потому что они христианские, основные христианские догматы о Троице, они отвергли. Вот. И люди должны знать, что если к ним подходит святильеговы, так называемый, или мормон, то это не предстоит, хотя они говорят о Христе и упоминают Христа, но они, важно понимать, что это не христиане, даже протестанты их не считают христианами. Вот. И есть протестанты, неопротестанты, которые все-таки, несмотря на всю их далекость от православия, они все-таки христиане. В том смысле? Хотя, да, в том смысле, что они исповедуют христианские догматы основные. Например, о Троице, о Личности Духа Святого, о Божественности Человечности Христа. Хотя, это они и не являются церковью. Возможно, вот мои друзья, знакомые протестанты сейчас слышат меня, их это, может, немножко обижает, но я должен быть честен, откровенен. Да, это общество, это клуб по интересам, это сообщество людей, изучающих Библию, но не в церковь, в высшем смысле этого слова. Даже если в юридическом, там, юрлицее написано «церковь такая-то», но в высшем смысле, в евангельском смысле, это, конечно, не церковь. И молитва, но все-таки они считают себя церковью, чувствуют себя церковью, говорят, что они церковь. Конечно, молитва у них занимает важное значение. Здесь очень большая разница в молитвенном опыте. Например, мы можем видеть такие группы, как баптистов, которые в молитве, они молятся, ну, во-первых, все протестанты молятся, как правило, своими словами. То есть они не используют молитвослов. И они упрекают православных в том, что православные используют молитвослов. В чем этот упрек состоит? Он вот в чем состоит. Они говорят, если молитва – это общение с Богом, а молитва – это действительно не что иное, как общение с Богом, по крайней мере, молитва претендует на это, быть общением с Богом. И если она не общение с Богом, то она уже и не молитва, по большому-то счету. Если молитва – общение с Богом, то разве… И они говорят, вот представьте, ребенок взял, заходит к своему папе родному, и вместо того, чтобы сказать все то, что у него на душе, искренне, он берет листочек и зачитывает ему обращение. Будет ли папа доволен таким отношением с ребенком? И вы знаете, эти аргументы, они обескураживают. И действительно, если молитва – это общение, не просто формальность какая-то, которую нужно вычитать, а действительно это общение с Богом, стремиться быть этим, то нужно отсвободить ее от заученных слов, от чужих слов. И передо мной тоже стоял такой вопрос. И у меня был долгий опыт молитв, скажем так, по-протестантски, своими словами, поэтому, в принципе, это не является проблемой. И сейчас, конечно, я молюсь, используя молитвенные слова утреннего, вечернего правила. И вы знаете, что я хочу сказать? Вот когда мы молимся по молитвослову, мы все равно это молимся от сердца. И это все равно, эта молитва становится твоей молитвой. Но почему это очень важно для человека? Вот. Особенно, может быть, начинающего в оцерковлении или в процессе, неважно. Да, мне кажется, в любое время. Почему это важно? А дело в том, что эти молитвы, это были молитвы святых людей. Если молитва — это общение с Богом, то вот эти люди, чьи молитвенные слова, которые оставили нас, они были в таком общении с Богом близком, о котором нам остается только и мечтать. И вот в этих молитвенных словах, в их молитве, мы и находим тот дух Бога общения. Там именно мы находим те ценности, те приоритеты, на что эти люди, близкие к Богу, обращали внимание. И знаете, это с чем сравнимо? Это сравнимо с камертоном. Вот когда мы берем музыкальный инструмент, гитару, например, она расстроена. И вот такая наша душа после дневной суеты, разные мысли, эмоции, все вот так вот, спешка дела. Мы берем слова молитвослова, и это как камертон. Он начинает правильный порядок, скажем так, звучания, ноты. Я не знаю, я могу ошибиться в словах, но я так себе это представляю. Не специалист в музыке. Он вот выстраивает как по камертону этот вот, этот душевный настрой. Вот. Ну и, конечно, если у человека есть желание от себя что-то Богу сказать, мне кажется, православная церковь это не воспрещает, он только приветствует. Вот. И поэтому вот для меня, как человек, который 18 лет молился своими словами, для меня опыт молитвослову, это был не опытом формализма, как может показаться протестанту, это был опытом богообщения, опытом очень интимным, искренним и глубоким. Вот. И я думаю, что я не оставлю это, ну, так предполагаю, наверное, и, ну, никогда. Вот это, потому что именно... Ну, а что касается вот голосолали, то, что вы говорите, да, еще какой момент, вот в чем разница? Зачастую в некоторых протестантских направлениях в молитве ищут каких-то эмоциональных состояний. Кстати, вот от этого отцы очень предостерегают. Да, мы тоже выступаем, да, православная церковь тоже выступает против вот этого экзальтированного состояния. И, в частности, ну, это одна из претензий у нас к такому переживанию, что называется, в современной католической церкви, вот, когда описаны их, святые, которые переживали, ну, просто там невероятно какие-то экстатические состояния, вот, во время молитвы, которые, ну, когда ты читаешь, они у тебя как-то диссонансом каким-то звучат у школы, мы говорим о музыкальных терминах, да, то есть с общим евангельским строем. То есть там молитва должна утишать, да, сердце и душу, то есть она должна спускать, как говорили старцы Исихасты, ум в сердце, да, то есть должен был быть выстроен некий баланс, выстраивать она должна, эта молитва, наименование имени Божия, да, то есть произнесение имени Божия, если мы говорим об Иисусовой молитве, вот, то есть спускается ум в сердце для того, чтобы, ну, выстроить некое равновесие, потому что, опять-таки, по слову Священного Писания, голос Божий подобен тихому доновению ветра, и для того, чтобы его услышать, здесь должна быть тишина, вот, и внешняя тишина, и внутренняя тишина, вот, и поэтому, как раз, конечно, православные выступают против, там, например, дикого плача в храме, причем, более того, есть рекомендация святых отцов, если вдруг тебя во время, там, литургии посещать такое состояние, что тебе хочется плакать, делай это тихо, опустив, чтобы тебя не, опустив голову, чтобы не видели люди окружающие, ни в коем случае, там, нельзя рыдать на взрыд, это не касается тех людей, которые столкнулись с какой-то проблемой, горем, вот, они прибегают в храм, как в единственное место спасения и утешения, и там плачут, а речь идет именно о переживании молитвы, или, там, покаянии и так далее, поэтому, да. Ну, вот, прежде чем вы голосолали, приступите, мне хотелось бы еще сделать небольшой комментарий по поводу молитвы словами святых отцов, мне очень понравился в свое время комментарий, а, по-моему, как раз, вот, отца Андрея Кураева и был комментарий на тему того, что православие не регламентирует молитву, то есть оно не понуждает тебя молить об этом и только такими словами, оно очерчивает, православие очерчивает некое такое, некое айкумену, некое поле, пространство, в которое тебя помещают, и, ну, элементарно, мы произносим слова о богохранимой стране нашей российской, вот, и каждый может в это прошение о богохранимой стране нашей российской вложить что-то свое, начиная от того, чтобы устроился мой райцентр, и, наконец, там, глава райцентра начала сеять хлеб, вот, и так далее, и до каких-то глобальных вопросов, да, то есть, поэтому здесь действительно очень интересный такой момент, что свои слова мы можем вложить, свое понимание мы можем вложить в слова, в некую форму, в некую форму, вложить в слова святых отцов. Да. Ну, я вас, прошу прощения, перебил, да? Да, нет. По поводу экзальтирования вы начали говорить. Да, и, да, не во всех, может быть, например, это не свойственно баптистам, но это свойственно пятидесятникам, харизматам. Вот. И вот эмоциональное нагнетение, какое-то стремление наполнить молитву эмоциональной, каким-то эмоциональным градусом, вот, это результат, я думаю, недостатка благодати. Ее же нужно чем-то заменить. То есть такой суррогат. Да, это суррогат, батюшка. Это, я только так это теперь воспринимаю, это суррогат, потому что человеку все-таки важно ощущать богообщение, и если этого нету, то он найдет что-то, чем это заменить. Вот это религиозные, есть мирские заменители, а есть вот религиозные заменители, вот в том числе вот такой, скажем, религиозные суррогаты. Вот все-таки поясните, что такое гласало для наших телезрителей, как феномен, как термин. Ну, вот это вот то, что распространено в среде современных неопротестантов, писяческих движений, харизматических, так называемое говорение на иных языках. Это появилось в начале 20 века, когда в Америке, кажется, в Лос-Анджелесе, на улице Азуза-стрит, группа, значит, протестантов, они, прочитав в деяниях апостолов, что вот святые апостолы говорили на иных языках, они стали этого же дара искать от Бога. Вот, и они посчитали, что это и есть признак того, что Дух Святый пришел в жизнь человека. Вот, они хотели повторения, вот, того, что произошло с апостолами. И после какого-то времени усиленных молитв, поиск, ожиданий, с ними это произошло. Этот феномен, когда просто люди начинают говорить на языке, которого никогда не учили и не знали, он стал распространяться по всему миру. Это язык реально существовавший? Я могу говорить только из моего опыта. Я был в течение 18 лет протестантом, из них, из этих 18, 16, 17 или 16 лет я практиковал говорение на иных языках. Я могу сказать, что в большинстве случаев, вернее, во всех случаях, знакомых мне, это неизвестный, несуществующий язык. Вот. Вы понимаете, если мы послушаем вот эти говорения на иных языках, послушаем, да, то мы обратим внимание вот на что. Это несколько фраз обычно, которые постоянно повторяются. То есть, это не похоже ни на какой язык. Это никогда не было переведено, никогда не было узнано, по крайней мере, в моем опыте. Бывает, что они рассказывают, что кто-то там вот, был в какой-то стране, и там его сказали, что ты говоришь по-бенгальски, а ты говоришь по такому-то. Ну, понимаете, это рассказы. Я говорю из своего опыта. То есть, ни разу я не встретил ситуации, где бы человек говорил на реально существующем, получил как дар реально существующий какой-то язык. Обычно это, во-первых, язык неизвестно какой. Во-вторых, он не звучит как язык. Потому что в языке, даже если мы будем говорить с вами на бытовом уровне, у нас несколько тысяч слов, там, три или пять мы употребляем на бытовом, они говорят, это ангельские языки. Но когда говорит ангел не о бытовых вещах, а о тайнах Царства Небесного, то его лексикон должен был быть намного более богаче, чем даже лексикон человека, говорящего о банальности, там, про магазин, про цены и так далее, про болячки свои и так далее. Это обычно вот несколько фраз, которые повторяются. Из моего опыта я стал замечать это еще, когда был пастором и сам практиковал это. Меня это настораживало, и я думал об этом. И, вы знаете, я пришел к такому выводу, что большинство того, что среди неопротестантов происходит, как говорение на их языках, это психологический феномен. Видите ли, чтобы человеку в неопротестантской общине, в писяческой, в харизматической, чувствовать себя принятым своим, то есть христианином не второго сорта, но первого и высшего сорта, нужно хотя бы быть как минимум как все, не иметь на себе клейма не до христианин, что-то Дух Святой ему не додает. Вот, нужно говорить на языках, поэтому они это хотят, сильно хотят, начинают просить и начинают говорить. Вот, и вот такой психологический феномен с людьми происходит. В некоторых случаях, по моим оценкам, это реже, намного реже. Вот, это демоническая одержимость. Но это действительно встречается нечасто, но оно бывает. Когда этот язык, в нем вы можете слышать сверхъестественно, вот, как он звучит, как он происходит, как он получает, его человек. Вот, и тогда это, я думаю, демонического происхождения. Вот, но большинство, это психологический феномен, просто, увы, он, это вообще не молитва, это не язык, и это состояние просто самообмана, когда человек думает, что у него некий язык, а просто вот он так себя успокаивает, и по этому поводу некое эмоциональное состояние переживает. А это эмоциональное состояние, оно не сродни некой шизофрении? Вот, то есть нет вот такого, что человек в себе чувствует некий, слышит вторую личность там. Я просто мне, эта ситуация как-то, я совсем ее не понимаю. Батюшка, я бы избегал таких слов, не только потому, что мы многих наших писятников обидим, а просто на самом деле, вот, я, скорее всего, нет. Все-таки нет. Это не настолько болезненное и состояние, оно, человек остается вполне адекватным, вот, в этот момент он может в лучшем случае думать о Боге, вот, а может о каких-то своих так же делах, чесать затылок, ковырять в носу и говорить на иных языках, а может при этом и думать о Боге, ну, оно никогда не помешает, вот. Но оно, сам по себе язык, он не вызывает никаких-то эмоциональных таких возбуждений, потому что, в принципе, протестант, в своей, неопротестант в своей молитве, он стремится к эмоциональному накалу и без иного языка. И когда он просто молится своими словами. Поэтому тут, вот, но, вот, в некоторых, хочу, редких случаях, когда это все-таки демоническое проявление, то, я думаю, это для здоровья опасно. А такое бывает. И вот опасность, что тут грань это где? Ее нету, понимаете? И человек, пришедший в неопротестантскую общину уже, например, с какими-то психическими проблемами уже, то с оккультной обремененностью какой-то он может вот такой феномен иных языков получить. Спровоцироваться. Да, да, как именно демоническое вмешательство в его жизнь. У нас не так много времени осталось до конца эфира. Все-таки, чтобы нам точку поставить на православие, на просто о вере, о нашей православной вере. Вот просто то, что апеллирую к вашему опыту. Вот вы пришли в православие с таким вот 18-летним багажом. Что поменялось в отношении у вас личного к молитве? Ну, про молитвослов вы уже сказали. Мне кажется, это прекрасная иллюстрация. Но вот этого вот подогревания, скажем, в православии не искалось? Конечно, искалось. Эти рецидивы, ну, конечно, я же человек. И если искалось, то находили ли вы их? Или вы их просто в себе успокаивали? Может быть, просто градус повышался, но несколько другой. Может быть, не эмоциональный, а какой-то другой. Конечно, я же пришел в православие со всем багажом. Вот. И приходилось переучиваться. Чему я учился, став православным человеком в первую очередь? Наверное, я к этому начал стремиться еще будучи в протестантизме. И поэтому я и пришел в православие. Одна из причин. Все-таки мне хотелось в заправду Бога, а не просто своей иллюзии Бога. Понимаете? Действительно, Бога общения, а не просто своего эмоционального какого-то возбуждения. Понимаете? Мне не себя, ну, не я нужен был сам себе, я и всегда при себе, а мне нужен был Господь. Вот поэтому стремление все-таки искать Бога, а не какого-то своего переживания приятного. Вот. Это главное, что как бы красная нить православной молитвы. Ну, а, конечно же, ища Бога, мы находим в душе мир. Мы находим теплоту, мы находим благодать каждого человека. Господь же милостив к нам. Он, конечно, посылает нам отраду. Вот. И это вот не на поверхности, где какой-то такой поверхностный, вот пена такая эмоциональная. Это как-то глубже оно, батюшка. Вот оно где-то глубоко. Спасибо вам большое. Очень хорошая финальная точка для нашего сегодняшнего разговора. Спасибо, что отвечали на наши вопросы. Очень интересно было. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Вот такой вот он взгляд на православие, что называется, и со стороны одновременно, и находясь в лоне православия, когда у тебя за плечами есть вот такой вот 18-летний путь богоискательства. Прощаемся с вами. Напомню, что вы можете оставлять свои вопросы в социальной сети в группе «Храма Жон Мироносец» с пометкой «Вопрос для передачи просто о вере» или присылать на электронную почту, которую вы сейчас видите у себя на экране. До скорых встреч, до свидания. Храни вас всех Господь. Субтитры подогнал «Симон»!